Нескольким юным жителям Карачаев-Черкесии, которым только-только исполнилось по 14 лет, день 12 июня 2017 года запомнится надолго. Ведь они стали одними из главных действующих лиц праздничных мероприятий, прошедших в Черкесске. А кроме того, небольшую экскурсию по зданию правительства КЧР для них провел глава республики Рашид Тимрезов. Ну а начались праздничные мероприятия во Дворце культуры региональной столицы. В торжественной обстановке 23 жителя Карачаев-Черкесии были удостоены государственных наград и почетных званий за многолетний добросовестный труд и активное участие в жизни республики. Чуть позже основное праздничное действие развернулось в центре Черкеска. Пока на главной пешеходной улице города Первомайской шли последние приготовления к торжествам, по соседству в Большом зале Дома правительства КЧР около двух десятков школьников получали главный документ гражданина России – паспорта. В государственный праздник День России в год 25-летия нашей Карачаева-Черкесии вы получаете главный документ своей жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. От всей души хочу вас поздравить с этим событием, конечно же поздравить ваших родителей. Быть гражданином такой великой страны, как Россия – огромная честь и ответственность. Коротцов Дмитрий Сергеевич Зугова Даяна Ахмедовна Этим ребятам пока в новинку повышенное внимание со стороны главы региона. В ходе экскурсии по этажам здания они ведут себя немного скованно. Однако уже во время чаепития некоторые не робеют и задают вопросы на самые разные темы – от любимых кинофильмов до отношения к необходимости школьников носить форму. Взгляды у разных поколений порой расходятся. Далее по плану прогулка до концертной площадки мимо импровизированной стены для граффити. Участники церемонии вручения паспортов оставляют на ней памятные записи. С первыми аккордами патриотических мелодий по центру улицы проходят юные барабанщицы, мажоретки и ребята из городского центра военно-патриотического воспитания молодежи, которые несут самое большое в Карачао-Черкесии полотнище российского флага. Звучит гимн. Вместе с основными исполнителями хором Дворца детского творчества слышны сотни голосов людей, пришедших в этот день, чтобы отметить один из главных патриотических праздников в российском календаре дат. О том, что за праздник отмечается 12 июня, знает подавляющее большинство жителей республиканской столицы. И хотя рассказать, с каким именно событием он связан, может далеко не каждый, значимость самого праздника, появившегося на свет через два года после принятия в 1990-м Декларации о государственном суверенитете России, от этого ничуть не меньше. Ведь это один из наиболее действенных способов продемонстрировать, в том числе друг другу, единство представителей самых разных народов, проживающих в регионе. Артур Макц, Андрей Дорошенко. Итоги недели.